Тема нашего сегодняшнего вебинара «Управление инвестициями в системе 1С управления холдингом». Подсистема управления инвестициями ориентирована на задачи финансовых и инвестиционных аналитиков и финансистов компаний и способны работать с любыми видами инвестиционных проектов. Начнем с определения, что же такое инвестиционный проект. Это комплексный план мероприятий, который включает всегда проектирование, строительство, приобретение технологий, оборудование, подготовку кадров, других ресурсов, направленных на создание нового или модернизацию уже существующего производства товаров или работ или услуг с целью получения экономической прибыли. Основными признаками инвестиционного проекта, которые отличают его от любого другого проекта, является комплексный план мероприятий, существенные инвестиции в обнеоборотные активы, получение экономической выгоды, повышение рыночной стоимости компании, привлечение долгосрочных заемных средств или средств акционеров, инвесторов и, как правило, долгосрочный период окупаемости. Инвестиционные проекты можно классифицировать по разным принципам. Мы остановимся подробно на принципе влияния друг на друга, так как нас это будет интересовать с точки зрения как раз централизованного управления инвестициями в подсистеме 1С, управления холдингом. По принципу влияния друг на друга инвестиции могут быть, инвестиционные проекты могут быть независимы, это когда решение о принятии проекта А не влияет на решение о принятии проекта Б. Здесь обязательно должны учитываться два условия. Во-первых, должны иметься возможность осуществить проект А вне зависимости от того, будет или нет принят проект Б. И, во-вторых, на денежные потоки ожидаемые проекта А не должно влиять на принятие или отклонение проекта Б. И другая группа инвестиционных проектов – это зависимые проекты, когда решение о принятии проекта А влияет на решение о принятии проекта Б. И здесь зависимые проекты, в свою очередь, могут делиться на альтернативные взаимоисключающие и взаимодополняющие. Взаимодополняющие могут быть комплементарными, это когда принятие одного проекта гарантирует рост доходов по другим проектам, и замещающие, когда принятие одного проекта может подключить за собой снижение доходов по другим проектам. И здесь важно понимать, что выявление отношений зависимости проектов подразумевает определение приоритетности инвестиционных проектов не изолированно, а в комплексе, особенно когда принятие проекта по выборному основному критерию является неочевидным. Подсистема управления инвестициями как раз и дает возможность оценить KPI по каждому проекту, сравнить проекты. Вот схема классификации инвестиционных проектов. Я сказала, что с точки зрения централизованного управления инвестициями нас больше всего будут интересовать зависимые друг от друга проекты. Важно, что сдается система управления инвестициями, система 1-го управления холдинга, это осуществить 5 показанных проектов, сравнить проекты. На основе этих сравнительных расходов подсистемизировать инвестиционную программу и, таким образом, заложить фундамент для максимальной финансовой отдачи отложенного потенциала. Я также сказала, что на самом верхнем уровне жизненные циклы инвестиционных проектов можно условно разделить на инвестиционную фазу, где проводятся рассмотрения и твердения проектов, и на инвестиционную фазу, в рамках которой уже проходит исполнение проекта. Первый этап начинается с подачи инвестиционной заявки. Для подачи инвестиционной заявки необходимо подготовить уже на этом этапе детальную информацию о предполагаемом проекте, для того, чтобы в процессе анализа и сравнения заявок сравнить конкурирующие друг с другом проекты. К такой информации, которую уже можно приводить к инвестиционной заявке, относится к цели и задачи проекта, необходимые ресурсы их наличия у компании, структур проекта, этапы под этапы, срок реализации проекта, стоимость и структура первоначальной инвестиции, а также денежные потоки проекта, как подступление, так и отходы, доходы, расходы, ставки дисконтирования. Также в заявке должен содержаться расчет экономической эффективности проекта, который обычно делается на основании той методики, которая принята в организации для расчетов, для оценки эффективности инвестиций. Как правило, такая оценка предполагает расчет известных ключевых показателей эффективности проекта. После сбора инвестиционных заявок производится процедура сравнения проектов, это второй этап, второй шаг, под применяемым компанией критериям оценки. Обычно такое сравнение производится в социальной комиссии, и при итоговом оценке отбирается наиболее перспективная и выгодная компания в проекте. Затем по итогам оценки отбирается точность финансирования и производится формирование инвестиционной программы на предстоящий год. Конечно, небольшие проекты могут быть включены в 1С и без такой сложной процедуры. После включения проекта в инвестиционную программу начинается уже, собственно, инвестиционная фаза исполнения проекта, реализации проекта. На данном этапе основными задачами по управлению проектом являются актуализация данных по исполняемым проектам и формирование и анализ отчетности по исполнению проекта. Данная задача представляет достижение одной цели в явлении определения этих мест и проблем с соцсовременным и качественным выполнением проекта. Система позволяет расценировать длинные циклы инвестиционного проекта от инвестиционной идеи до завершения проекта. В качестве ресурсов могут выступать любые справочные конфигурации и сотрудники, милициатуры, равноборотные активы. Для организации хранения список проектов когда-либо существовавших организаций предназначен справочник проекта «Этапы». Я попробую сказать, Владимир Владимирович, вот демо-версия управления холдингом под система управления инвестициями в основном мы будем работать вот здесь, в этом разделе договоры и проекты. Вот мы сейчас говорили о том, что формируем инвестиционный проект в разделе «Проекты и этапы». Вот так видно проект и его этапы вот так вот формируются в 1С. А вот верхний уровень, если мы откроем сам проект, то увидим его структуру. вот этот справочник имеет иерархическую структуру. Рекомендуется использовать вот именно такую, когда на самом верхнем этапе расположены проекты, а под ним этапы и подэтапы. Для каждого проекта указывается дата начала и дата окончания. Важно, что реквизиты и структуру проекта можно загружать из Microsoft Project. Можно вручную износить, а можно загружать из Microsoft Project. Для этого нужно воспользоваться меню сервиса загрузка проекта из Microsoft Project. Так выглядит карточка проекта. проект «Родитель» указывается только для этапов и стадий проекта. Для самого проекта его указывать нельзя по понятным причинам. Если карточка проекта заполняется для этапа проекта, тогда нужно просто не ставить флажок «Проект» в окне «Проект». Раздел «Инвест-программа» заполняется в карточке ручным способом, только если его включение в «Инвест-программу» производится на основании единоличного решения руководителя организации. Реквизит функционального направления позволяет определять, в каком из направлений деятельности компании относится данный проект, например, IT, финансовые вложения и прочее. закладки расположены в верхней части карточки проекта позволяют производить любые действия, связанные с проектом, резервировать бюджет, вызывать диаграмму ГАНТа, запускать проект согласования, редактировать МСИ. Структура проекта графически отображается в сетевой диаграмме, которая формируется из меню отчеты. Если мы вернемся в программу договора проекта, есть отчеты, сетевая диаграмма группа проектов для формирования необходимо нажать кнопочку сформировать. Я вернусь в презентацию, потому что здесь может не хватать данных для демонстрации. Сетевая диаграмма отражает последовательность выполнения этапов работ с указанием их длительности и сроков. Диаграмма формируется на основании структур проекта, которую мы уже заложили на предыдущем этапе, и является формой ее графической иллюстрации. Очень удобно и наглядно. Другим очень удобным наглядным инструментом является диаграмма ГАНТа, которая позволяет также предоставить информацию о проекте в графическом виде. Диаграмма ГАНТа, кроме визуального отображения состояния проекта, позволяет также онлайн управлять показателями проекта. И вот здесь хочу подчеркнуть, что совершенно новым блоком в 1С управления холдингом является подсистема бюджетирования проектов, где помимо стандартных опций, декомпозиции этапов работ, ресурсов, сроков ответственных, появилась возможность учитывать управление пересекающихся по ресурсам и срокам проектов. Это вот возвращаясь к тому, что я говорила о зависимых проектах. Здесь у нас в подсистеме есть возможность управлять централизованно такими видами проектов, группой. Благодаря этому обеспечивается объединение процессов бюджетирования и управления проектами так как выстраивается наглядная связь параметров бюджета с этапами проектов. Планирование стоимости проекта производится на основании применяемой в компании модели бюджетов проекта. Как правило, планирование стоимости проектов производится на основании прогнозируемых денежных потоков, поэтому готовится бюджет денежных средств проекта. Также, как правило, готовится бюджет доходов и расходов проекта. Документом экземпляра отчета эта группа документов находится уже в разделе бюджетирования отчетности анализ. То есть, мы сейчас говорим о планировании инвестиционных проектов, поэтому переходим в этот блок. Сейчас говорим об экземплярах отчетов. Этим документом задаются основные лимитирующие бюджеты по проектам бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, бюджет движения ресурсов. Экземпляры отчетов могут создаваться как вручную, так и с использованием сводных таблиц. Вот здесь в презентации видно, что варианты исполнения данных представлены в разных возможностях. Для планирования стоимости проектов также используется инструмент сводной таблицы, также в разделе бюджетирования. Он удобен тем, что бюджетная форма заполняется сразу на календарный год, а не на период планирования. Документ заполняется вручную или автоматически с карточки проекта с помощью кнопки. При этом нужно выбирать режим документа стандартное представление. Также возможно сводную таблицу загрузить из Excel. После чего можно делать расчет, после оформления экземпляров бюджета сводной таблицы можно делать анализ показателей, расчет показателей эффективности. При принятии решения о целесообразности осуществления проекта в качестве критериев, влияющих на принятие инвестиционного решения, используются ключевые показатели эффективности, которые мы видим в карточке проекта на вкладке ключевые показатели. К ним относятся типичные инвестиционные показатели, чистая приведенная стоимость, внутренняя ставка доходности, срок покупаемости, свободный денежный поток, индекс прибыльности. В рамках подсистемы управления инвестиционными проектами в 1С управления холдингом данные показатели возможно считать для каждого проекта автоматически. на основании тех данных, которые мы заносили в бюджет проекта. Значение этих показателей выводится на экран в карточке проекта, как мы видим, или можно нажать кнопку диаграммы ГАНТа и представить их в другом визуальном отображении. После записи бюджетов проекта в карточке проекта на закладке ключевые показатели отображаются значения показателей для сценария план для лимитов. А после ввода фактических данных значения показателей формируются по сценарию факт. Вот здесь план и факт. Для управления инвестиционным проектом очень важно своевременно обновлять данные бюджетов проекта. И эта возможность тоже реализована в подсистеме управления инвестициями. Данный процесс называется актуализация данных проекта. Актуализация может подводиться планово, согласно какому-то корпоративному регламенту, и внепланово при осуществлении изменения в бизнес-среде каких-либо. Для актуализации показателей проекта предназначены документы оперативный план и экземпляр отчета. В один предусмотрены два варианта актуализации данных. Это ручной в карточке проекта можно нажать кнопки актуализировать бюджеты и актуализировать показатели эффективности или автоматически тогда их нужно настраивать в НСИ путем выставления флага автоматическая актуализация данных по проектам. Также вот здесь наглядно видно, что здесь же настраивается визуальное поражение показателей бюджетов по проекту. Бюджеты движения денежных средств, бюджет дохода расходов и движения ресурсов. Изменение параметров проекта возможно проводить также очень удобно с помощью через диаграмму ГАНТа. Данный инструмент позволяет проиллюстрировать последовательность этапов проекта и длительность управлять сроками проекта в целом и этапов. Данные бюджетов представлены также в разрезе сценариев. Достаточно всего лишь выбрать красный отрезок по соответствующему этапу и потянуть за один из его концов. Вправо если необходимо увеличить срок и влево если уменьшить. от диаграммы справа на отдельной панели мы видим показатели проектов состав ключевых реквизитов. Этот состав повторяет вкладку ключевых показателей карточки проекта. Оптимизировать инвестиционный проект возможно в один подсистеме управления инвестициями тремя способами рассмотрим каждый из них по отдельности. Первый вариант это когда проект включается в инвестиционную программу без сравнения с какими-то альтернативными проектами и без маршрута согласования. Здесь просто в разделе инвестиционной программы выбрана соответствующая инвестиционная программа в карточке проекта. Второй вариант это когда мы когда проект согласуется по настроенному маршруту согласования тоже достаточно стандартный вариант подробно на нем останавливаться не будем. Самый интересный с точки зрения управления проектами вариант это когда проект выбирается из альтернативных вариантов и здесь для таких вот сложных проектов это является одним из важнейших этапов жизненного цикла проекта. В 1С управление холдингом реализована процедура экспертизы основанной на бальной оценке критериев выбора альтернатив известен этот подход как метод борда. Согласно данному методу выбор альтернатив производится по наибольшему количеству набранных баллов из-за максимального возможного числа баллов. Баллы присваиваются по каждому критерию оценки а затем суммируются на основе возвешенной оценки баллов. Здесь представлена схематично вся процедура выбора этих альтернативных проектов вариантов. Первым шагом является настройка параметров выбора, оцениваются расчетные критерии экспертами вручную и автоматически уже происходит расчет интегральной оценки. Все действия по выбору проектов производятся в карточке раздела инвестиционной программы с помощью кнопки выбора альтернатив оценкой выбора проектов. Оценка альтернативных проектов производится в карточке раздела инвестиционной программы в опции оценка альтернатив. Эксперты вводят оценку, вот мы видим в карточке проекта, по каждому критерию вручную. Выборный лучший у проекта производится по максимальной интегральной оценке, как я уже говорила, который рассчитывается в программе после ввода всеми экспертам своих оценок. После выбора проекта нажимается кнопка «Завершить процесс выбора», и после чего выборным проектом устанавливается соответствующее состояние, включен в программу. Выборный из альтернативных проектов, выборный проект отражается в разделе «Инвест программы флешком». Вот так происходит выбор альтернатив в подсистеме управления инвестициями программы 1С управления холдингом. На следующих слайдах мы видим, как очень красиво, визуально отображается анализ инвестиционного проекта с помощью инструмента «Аналитическая панель», а на следующем слайде мы видим уже анализ инвестиционных альтернатив с помощью вот этого же инструмента «Аналитическая панель». Очень легко принимать инвестиционные решения, имея такой замечательный инструмент визуального отображения результатов инвестиционных проектов. Еще один интересный метод, который реализован в подсистеме, это управление проектом по стадиям. Стадии проекта по существу представляют собой шаги жизненного цикла проекта и могут состоять из нескольких его этапов. С помощью анализа проекта по стадиям можно отследить прогресс достижения целей проекта по, так называемым, реперным точкам, его реализации. Использование стадии проекта не является обязательным, оно призвано усилить контроль за исполнением проекта и позволяет промониторить достижение его целей. В 1С предусмотрено проектирование стадии проекта, в справочнике стадии проекта, где представлены следующие стадии – прединвестиционные, инвестиционные, эксплуатационные и ликвидационные. Здесь вот мы видим реализацию этого инструмента, где после привязки стадии проекта к его этапам появляется возможность согласовывать внутри организации переход проекта на следующую стадию с помощью механизма универсальных процессов или настроенного маршрута согласования. В проектах с использованием, с высоким уровнем риска возможность влиять на результаты и на конечные затраты проекта наиболее высока на старте и значительно падает в дальнейшем. Это происходит потому, что для крупных дорогостоящих проектов с выполнением проекта растет стоимость изменений и исправления ошибок. Поддержка вот концепции как раз по этапному уточнению портфеля проектов, который называется Staged Gate, позволяет минимизировать проектные риски для крупных проектов, структурировать жизненный цикл аналогичных проектов в последовательной стадии, что в сочетании со скорингом в фазе их исполнения позволяет объективно принимать решения о пересмотре параметров отдельного проекта или всего портфеля в целом. Подсистема управления проектами в 1С с помощью инструмента стадии проекта реализует методологию управления проектами, в котором происходит разделение проекта создания нового продукта на ряд этапов стейдж с промежуточными контрольными точками. Вот здесь они называются шлюзи. Здесь визуально хорошо представлено. После включения проекта в инвест-программу в соответствии с одним из указанных выше вариантов начинаются проектные работы. По мере их выполнения производится анализ эффективности исполнения проекта в соответствии с внутрефирменным регламентом и к моменту завершения стадии проекта уже можно обладать актуальной информацией о бюджетах, движении денежных средств, бюджете доходов и расходов и актуализированными показателями эффективности. Поэтому можно провести оценку проекта по результатам исполнения первой стадии проекта и принять решение о старте или не старте следующей стадии. Соответственно, после завершения работ по первой стадии проекта можно запускать процедуру оценки проекта в порядке, о котором я говорила выше. Такой алгоритм можно применять на всех последующих стадиях, в результате чего существенно минимизируются риски неэффективных инвестиций за счет усиления внутреннего контроля за исполнением проекта. И кратко по стандартным отчетам, которые имеются в 1С, подсистеме управления инвестициями для оценки инвестиционных проектов. Во-первых, для формирования отчетных данных можно, опять же, использовать различные варианты загрузки данных как из Excel, так и из какой-либо внешней информационной базы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...